Саламули всем обловские братули и сеструли, если ты не рак, ты наканаленцы, да фидак. Ну чё, любители замесов один на один, сегодня к нам в пати залетает братишка Мартиас. Я вам скажу так, что данный беспредельщик базарчик долго может не вести и всю тиму вражескую на фонтанчик отнести. Посидели, короче, с ним на райончике, поугарали над Лейлой, над Ханаби, ну и слово за слово рассказал, чё у него там по навыкам. Чё покупать там по эмблемкам, какой спелл брать, ну а я, конечно же, с этой инфой залетаю к вам. Ну а ты, чтобы не залететь в банчик, гонгони лайкулю под этим видосиком и сразу же на прибытии залетай в коментосики. Делай пару киллов по колокольчику, ну и само собой деф и подписочку, если вдруг этого ещё не сделал. Не забывай про телеграм-канальчик, мой котянчик одобряет данную движушку. А потому что там всегда новая инфа по мобли и всей вот этой вот деле. С вапой танка и летс гоу! Обязательно тупим на райончике, потом перед началом движения жмём корабулю всей своей рандомной басоте и шагаем на ИкСПУ. Видим, что по времени уже целая минута прошла, а Селена даже сюда не зашла. Мы, конечно же, пользуемся всем этим моментиком и быстренько фармим пачки крипов, чтобы быстрее апнуть четвёртую левелюгу и своим братишечкам помчать помогать. В общем, начало базовое, как и у всех бойцов, да, фармим, получаем голду, опыт и вот такие вот делишки все. В принципе, можно быковать уже на всех после второго левела, когда у вас появляется вторая способность. Потому что если вы нажмёте первую способность, потом нажмёте вторую способность, потом ещё раз нажмёте вторую способность, у вас будут ускоренные базовые атаки и можно своими топорами закромсать любого челобаса, который прилетит к вам на райончик сюда вот. Но тут мы замечаем, что к нам прилетела Фрея на ульте, а у нас ещё нету четвёртого левела, поэтому немножечко отходим назад, дабы свою личико немножечко подсохранить. Секунду спустя к нам подскакивает наш лесник, плюс ульта Фрея уже израсходована, а значит быковать как раз-таки нужно прямо сейчас. На этом моменте действует правило, если ты не забиваешь гол, то гол забивают тебе, да. Вон, видите, как на ускорении и носится после килла с ультимейта, да? Страшно, очень страшно. Я бы не хотел по такого Мартиса попадать. После удачного файтица обязательно стягиваемся на черепашечку, помогаем своему леснику. И на все вот эти вот подобные файтицы, которые проходят на стороне линии опыта, обязательно стягиваемся, да, там ваша помощь обязательно будет нужна. Селена тут была очень умная, хотела своровать черепашечку, да, но занюхала немножечко, да, такого моментика, такого нормального. В данном моменте тут показано, как нужно правильно доджить вражеский контроль, да, вот так вот нажимаем второй навык, когда вам дают контроль, и все, вы его доджите, вот ничего труда. Дальше как нужно убивать вражину, когда вы стоите один на один, да, маленечко так подхарасили его, маленечко навыками поднакинули, базиками побили. Отошли, ждем пока второй наплыв будет. Когда приходит второй наплыв, опять первый, второй, опять второй, и вот тут вот ультимейт прям засаживаем прям, ну давай, че ты, ну засади уже туда, нет? Вот. И побежали прям до трона на ускорение, да, ну либо до какого-нибудь другого челика, которого на ООХП, опять нажимаем ультимейт, убиваем до следующего, а вот убиваем всех, убиваем по очереди, вот так вот, на ультимейте на одну. В общем, поняли, да, что за одну такую комбинацию навряд ли кого-нибудь получится убить, но это если не какой-нибудь АМАК или АДК, ну, тоненькие. Поэтому делаем такие комбинации две, то есть первый, второй дали, да, отошли немножечко, подождали, пока они опять откдшатся. Опять даем первый, второй, и заканчиваем ультимейтом прямо в лоб своими ножами, запуливаем туда, да. Ну не ножами, а мечами, вот. Небольшая фича, о которой мне рассказал мейнер Марти согласит о том, что если после убийства ультой одной цели вы беги, бегите, блядь, бегите, бегите ко второй цели. Короче, убили ультой одну цель, бежите когда ко второй цели, резко прожимаете ультимейт, несколько раз прям тыкаете туда. Можно нанести дамаг с ульты два раза, ну, баг такой, типа, ну, вот, читеры вы, да фян читы рекламирует, скачивай без СМС и слива на Лейли, блядь. Если было не очень смешно, напиши мне об этом в комментарии, я буду еще чаще так шутить. Пока. Также меня курсанули о том, что второй скилл Марти садает антиконтроль и снижение урона. Можно им ловить опасные прокасты типа Сабера, Карины или Пакетоза, прямо вот так вот. Вы понимаете, насколько опасный Моментос? Так, ну че, про Мартиса я больше ничего не знаю, поэтому пробежимся по его навыкам, наверное, да, уже пора. Первый навык Мартиса захлапывает все вопросы, которые образовались в данный момент. Либо он просто аплодирует Ханаби. Нет, ну честно, это я просто хлопал, ну, чтобы создать эффект хлопков, типа Мартис хлопает по голове селения. А, так вообще с пассивки же начинаем. Короче, каждый раз, когда Мартис использует навык, его скорость атаки увеличивается на 30% и до 120 максимум длится 4 секунды, вот и вся пассивка Мартиса. А использовать ее очень просто, дали навыки, а потом бьете базиками ускоренными, да, которые ускоряются с пассивки. Все, вот, вот, вот. Еще, кстати, можно давать навыки ускоренными базиками, пропушивать и вышечки, вот, теперь точно все. Первым навыком Мартис стягивает врагов в верообразной области перед собой, наносит физдомажину и замедляет врагов на 40% на 2 секунды. То есть это не просто дамаг и контроль, это еще и замедление на 2 секунды, запомните это, это вам тоже пригодится. Вторым навыком Мартис бьет врагов вторым навыком, ой, ха-ха-ха, вторым навыком Мартис бьет вторым навыком. Ха-ха-ха-ха, вот и все. Ну ладно, отталкивает их назад, во время атаки можно один раз изменить направление и вновь оттолкнуть врагов. Повторное использование этого навыка Мартис бросается вперед, подбрасывая врагов и наносит им, опять же, физдомажину. При использовании навыка на Мартиса не действует контроль, а полученный урон будет уменьшен на 60%. В общем, как я уже и сказал, пока вы танцуете, на вас не будет не действовать ни ультимэти грила, ни сабера, ни бамбера, ни вот этого вообще контроля никакого. И плюс к этому всему вы будете толкать контроль и сами, и урон по вам со стороны, например, какая-нибудь Лейла по вам начнет там стрелять со стороны, да, будет снижен на 60%. Еще вторым навыком можно как-то там перепрыгивать через стены, если поймать момент, а между первой и второй фазой, наверное, как-то там, не знаю точно. И этот навык наносит только 100% урона миньоном. Урона миньоном. Ха-ха. Ставь лайкос, если ты тоже урона миньон. Ультимейт. Мартис устремляется к выбранной цели, наносит физдоможину. Если у заврага ниже 50%, он нанесет чистый урон, вы это понимаете вообще? Чистому урону плевать на твою физ, защиту, маг, защиту, чистый урон бьет по твоему проценту хп. То есть это никак не кондрится ни антифизом, ни бамбамтизом. В общем, больно очень, бегите далеко. Но если ты Лейла без эскейпа, ты далеко, соответственно, не убежишь, так что, ну, максимум там флик. Если цель была убита этим навыком, то есть ультимейтом, Мартис может вновь использовать его в течение 10 секунд и получить 100% дополнительной скорости передвижения, которая постепенно снижается за 5 секунд. Каждое успешное применение ультимейта также увеличит урон от навыка на 15% до 30%. То есть, ну, короче, плюсов много, минусов мало. Вот, запомните это и все. Кстати, по минусам радиус ультимейта очень мал, поэтому будьте осторожнее и аккуратны. После убийства с ультимейта, если у следующего челика очень много хп, побейте его первым-вторым навыком, там, базиками, чтобы продолжить свой ультимейт. Чтобы быстро бегать, киловать, ультовать и вот эти вот все делишечки. Сборочка! Ботиночки на мак либо на физдев, но лучше всего на макдев, чтобы было меньше контроля действия на вас. Дальше именно в этой каточке была зеленочка, бэбэшечка, шипованная бронюшечка, это от лейлочки, потом щиточек афиночки и, скорее всего, пробитие в виде злобного рычочка. Также, если вы любите играть через отхильчик, покупайте вместо бэбэшечки топор кровожадности. А либо, как я люблю, фулл танка, собирайте его и все. Но дамага будет мало. Ну, хз, типа, ну, там как карта ляжет, типа. Либо, как вон, Дашуня на лейле отыграет, типа, на мвп 2-3, да, вообще имбово так-то. Ха-ха-ха. Эмблемы у нас убийцы на скорость передвижения на физпроникновение с первым наубийственные пир. Пир. А ну и вот такой вот видосиус у нас получился. Надеюсь, очень много человекиусов научатся играть на Мартисе через мой видоси. Я вам скажу так, что Мартисы очень жесткие челики. Но если ты хочешь действительно на нем научиться играть, тебе прям нужно его мейнить, мейнить прям жестко до талого. И тогда ты станешь тем самым маленьким процентом, который может затащить каточку на Мартисе. Не забывай про телеграм-канальчик, обязательно ставь урона Миньона под видосик. И напиши какой-нибудь комментосик, просто так, чтобы я что-нибудь там почитал, зашел. Ну а с вами был Дафянский, Соло-лайнеровский, Мартис против Лейлы и Селены на ультах. И всем пока. Да, вот так вот быстренько закончили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!